Девушки отдыхают 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 и надруковать Библию на Белорусской море. Вот это вопрос, которое мне кажется наиважнейшее для понимания сенсу творчества Франциска Скариной. Но все по порядку. Скарина. Откуда это прозвище? Ведомый род Скарина уже с 15-го года. И некоторые доследчики меркуют, что Скарина это вытворное от слова «скуры». Потому что его отец Лука Скарина занимался гандлем с курами. И в принципе он был полоцким купцем, может быть, одним из найбуйнейших полоцких купцов, которые возили с куры и которые сделали свой першопочатковый капитал на этом гандле. И тому больше схиляется на то, что это в некотором случае вытворное от этого слова «скуры». И очень интересный момент, так само, что книги в той час, они так само были скуранные. И вот этот книжный переплет сам, и самые сторонки книги. Это был пергамент, это такая вырабленная целячая скура, на которой писали литеры, на которой писали тексты. И вот эти книги, они были так само с скурой. Вот еще многие книги рукописные, и они были именно ведь скуранными. Поэтому вот и прозвища с Карины, и заняток его нога батьки, и будучи его миссии, они так и иначе, хоть опосредованно, но связаны со скурами. Вельми важный момент, так само, что у Полоцку, наибуйнейшим на той момент городе, який был на территории сучасной Беларуси, вот гандаль скурами, он был довольно таки популярным. Полоцк был на рачным шляху, на звене стоял, недалеко была Московская держава, недалеко были так само уладания Ливонского ордена. И, фактично, он, маяця на увазе батька Франциска Скарины, мог гандлевать довольно широко, и он мог гандлевать с замежем. В той час, когда народился Франциск Скарина, это был конец 15-го ста годзе, но науковцы меркуют, что это был приклад на 1490 год, у Великим Князцу Литовским был относный спокой. Это был час Казимира Ягайловича, при яким Великое Князство Литовское фактично не вяло таких долготерминовых и кровопролитных войнов, які были в раннейшие часы и в позднейшие часы. И в этот час Великое Князство Литовское оно жило довольно спокойным житем. Чего не скажешь про той период, когда Франциск Скарина был подлетком, и когда он уже возрастал в столе, и на протягу всего его на життя. Тому его на народженях это были опошние такие спокойные годы в жизни Великого Князства Литовского. Потому что уже в 1492 году началась война с московской державой, и была Первая война, Другая война, Третья война и так далее. Так само было неспокойно на межи с крымскими татарами. Крымские татары, например, в 1506 году, когда Франциск Скарина закончил Краковский университет, и они дошли амаль до Вильни. И только благодаря битве по Склецкам, когда их разгромили, они перестали нападать на Великое Князство Литовское. Тому вот этот период был его на народжене таки, может быть, сказать, опошние спокойные годы. И его на життя, в принципе, было неспокойным. Неспокойным чему? Потому что он был человеком уже новой эпохи. Тогда в Заходной Европе был Ренессанс. Ренессанс – это наибольший уздым во всех сферах творчества. Это началось в Италии, которая дала моду, которая установила правила творчества, правила жизни, тех людей, которые создали великую итальянскую культуру. Люди такие, как Леонардо да Винчи, Микел Анджело, або Ана Ротти. Люди, которые стояли на самом таком вострии тагачасной думки и тагачасной культуры. И в этот период надыходець так само чакается, надыходець эпоха реформации. Когда уже стало зрозумело, что церква заходнеевропейская, римская церква, она уступила у полосу кризы. И эта криза не может выращаться некими косметичными мерами, косметичными реформами. И многие казали, что одинным шляхом одновлення першопочаткового образу церквы это одновлення библийности самой церквы, ее библийного подмурку. И вельми важный момент, что это закеранало адукованные пласты фактично по всей заходней Европе. Франциск Скарина народзился еще раз полторы у семьи купца. У него был так само брат, брат Иван. Мы ведаем так само, что его тата Лука Скарина он хоть и помер в 1511 годе. Те трошки ранее, но не позднее за 1512 год, потому что когда Франциск Скарина оборонял докторскую ступень, то было написано, что он сын небожчика Луки Скарин со славного города Полоцку. И на той момент он был человеком, который родился в замужной семье. Потому что купцы фактически были, хоть и не имели шляхетного стана, шляхетного титула, но они могли обеспечить своим детям довольно серьезную адукацию по тем часу. И вот вопрос, в котором городе научился Франциск Скарина латинской мове. Потому что для всей его карьеры нужна была латино. Латино это была мовой культуры во всей Заходной Европе. И когда молодой человек с аристократичной семьей, с семьей Купецкой, он хотел поступать в любой университет, он должен знать латину. Все выкладание шло на латине, он должен был не просто уметь писать и разуметь. Он должен был разговаривать на латине. На латине, на тот момент неводного народа такого не было, который бы использовал латинской мовой, но это была мова академической сопровенности. И исследователи знают, что он мог научиться либо в Полоцке, либо в Вильне. Потому что его брат, он был виленским местонатом, значит он имел мою мастерскую в Вильне. И в Вильне была тривиальная школа. Так же в Полоцке была тривиальная школа, которую родили разные католитские монастские ордены, которая давала початковую эдукацию. В первую очередь эта эдукация полягала на том, что дети, подлетки выучили латинскую мову. Таким чином видовольно, что выучивший латинскую мову, он, как сдольный юнак, попросил у своих родителей скеровать его в университет. Почему попросил университетская эдукация началась с ранних годов? Были такие выпадки, когда подлетки у 13 годов, у 14 годов, у 15 годов они уже поступали в университет. Поступление в университет это целиком отдельность от своей семьи, от своих родителей. Это самостоянное житие, самостоянное научение. И это серьезные выклики для жития молодого человека. Поэтому мы можем сказать, что была такая семейная рада, и он вырошил так, что он попозже у Краковского университета, это был самый близкий университет до Полоцкого, и вовле близкий до Великого князства Литовского. Это университет, который был заснован Казимиром Великим Польским Королем еще в 1366 годе. В этом университете учились поляки, так и иншаземцы. И очень интересный момент, что в годы научения франциска Скарины, и перед им еще 10 половых студентов были из Польши, а половых замежники из разных стран. И при этом не только из Великого князства Литовского, были студенты из немецких городов, были студенты из Чехии, вельми шмат было Чехов, потому что в час гусизма, в час гусицких войн, в час реформации ческой, в Празе фактично была уведена заборона на научение молодых людей, которые потребляют гусицких поглядов. Поглядов на то, что потребна реформация в церкве и что требует церковь вертать до библийных стандартов. Так вот, к этим людям в Пражском университете было значительно тяжелее учиться, чем в Краковском. В Краковском университете для них уставлена была особенная стипендия. Для того, они могли научиться за каждые стипендии. И могли научиться за каждые стипендии. И они могли научиться каждые стипендии. Франциск Скарино поступил в Краковский университет. В зимовом семестр 1564 году. Мы можем отметить, что в первые дни 1564 он приехал в Краков и был залечен на факультет выставленных наук. Это факультет, который давал подставовую эдукацию в семи выставленных навуках, таких как риторика, логика, которые он должен был выучить и сдать право, юридическое и факультет медицинский. Это была стандартная система навучения в Заходной Европе. В Краковском университете на первый курс поступил 291 студент. и при этом среди поляков было 140 остальные спас между Польшей. Франциск Карина сразу записался, что он со славного города Полоцк учился в Польшу и в Заходной Европе. Он будет писать при обороне диссертации на доктора медицины и в Падуе, что это славный город, это показывает велич и известность Полоцку в Европе. Деквось, записавшись студентом со славного города Полоцку, он также окреслил, что он Литвин. Литвин со славного города Полоцку. Процесс учения был довольно складан. До испытания на бакалавриат доходило только 25% студентов. Только четверть доходило. А далее на звание магистра доходило только 5% студентов. И в этом смысле нужно было много научиться, много працевать. И в Кракове для этого были созданы одни из наилепших умов. Франциска Скарины читал лекции сам ректор университета краковского Матей Змехова, который был известен в Европе медик. Матей Змехова в тот момент распространял целую систему соревнований с чумой. Чума тогда была страшнейшей эпидемией для Заходной Европы, для всякого света. того, потому что, когда приходила чума, фактически вымирали до половины насельства городов. Это была страшная беда. И он распространял и указал эту систему с и над с глава и он был человеком, который занимался исторической географией. Он выдал трактат про две сарматы, описавши Великое Князство Литовское и описавши Московскую державу. Ректор Краковского университета был человеком ренессанса, энциклопедистом, медик, историк, и географ. Было несколько других выкладчиков, которые также вплывали на Франциско с Карину. Николай Коперник, известный астроном, который сделал открытие в сфере астрономии, учился у тех выкладчиков, у которых учился и Франциско с Карина. Школа астрономии у Краковского университета была одна из самых больших школ. Астрономия это небо, небесы. это тое Божие створение, которое на тот момент, и сегодня, является настолько захопительным, настолько покрытым, что очень сильно светить про величь Божию, про то, что Бог створил этот свет, су-свет, значительно больше за землю, значительно больше за солнце, значительно больше за тое, что мы можем даже уявить. Вот в такой атмосфере Франциско с Карина он провучился три года, и он закончил университет 14-го снежня 1506-го года. В этот час он сдал испыт и стал бакалавром вызволенных наук. Далее, что было с ним далее, мы не знаем докладно. Махчима он поехал працавать, а Махчима и протягнул научание в Краковском университете. Некоторые меркуют, что именно в Кракове он еще слухал лекции по медицине и даже занимался медицинской практикой. Некоторые меркуют, что он поехал в Данию и был секретаром датского короля. Некоторые меркуют, что он был в этот час в Румынии и был так само при дворе Валашского князя. Но в каждом разе видно, что его карьера пошла в гору. Что еще было вельми важным моментом. Это то, что при краковском университете существовала друкарня. И уже подчас своего студентского научания Франциск Скарина мог бачить и напевно как работают друкары. Потому что в тот час в Кракове подручники для университета. Книги, по которых студенты были друкованные. Трактаты ректора университета были друкованные книги. Таким чином центр в Кракове был важным для знакомства с техникой друку. И еще один момент, это то, что Краковский университет, как я уже сказал, это был университет, где много людей с взглядами, которые их враги, неприятели называли Гусицкими. Из прозвища Яна Гуса, ректора Прасского университета. Ян Гус был человек, который был известен в Европе. Человек, который отказался осуждать учения Джона Уиклифа, перекладчика Библии на ангельскую мову. Человек, который был изображен индульенциями и человек, который был спален на огне, за свои взгляды. Но он никогда не вырослел того, что он прочитал в Библии. И эти гуси из Чехии также складывали значную часть студентов Краковского университета. Поэтому в Кракове также мог познакомиться с гусицем. Трошки забегаючи наперед, скажем, про веровы знания Франциска Скарины, вот сказал архимандрит Андрей Селява, гунеядский архимандрит, и он сказал, что Скарино был гуситом. Скарино гусит, и он так написал. Это значит, что он человек, который с правды шукает правды в Библии. И если он знал эту правду в Слове Божьем, то он стоит на ее до конца. Тем более, что у Великого князя Литовского звучанием Яна Гуса уже было знакомство при его жизни в начале 15-го года. В 1413 году в Полоцк, там, где народился Франциск Скарино, приезжает Иероним Праски. Праски был поплечником Яна Гуса, вучником Яна Гуса, и он был однодумцем Яна Гуса. И он проповедовал там, скажем, живое Евангелие, то, про что учил сам Ян Гус. Поэтому вся эта атмосфера великой навуки, атмосфера новых технологий другу, атмосфера того, что Библия есть крыницей правды, и отказывая на пытание нового обновленного улучшения света, все это сформировала Франциска Скарино. До 1512 года, как я уже сказал, мы не знаем, где он был, но мы знаем, что он занимался навукой. Откуда мы это знаем? Потому что он приезжает в Падую, Падуанский университет. Это один из старейших университетов Европы. Он был заснован в 1222 году. В этом году Падуанский университет святкует свое 800 год. Это очень серьезный век, очень серьезная традиция. Он приехал в тот университет, когда шла война. Война Венецианской республики, потому что Падуя належала до Венецианской державы, которая воевала со Святой Римской империей и с Папской державой. В час этой войны, Скарино приезжая в Падуя, университет не працует, не идут занятки студентов, но можно оборонить диссертацию. И он подает прошение про оборону диссертации на ступень доктора лекарских наук. Но напоминаю, что на тот момент нельзя было быть допущенным до обороны, когда ты три года не прослухал лекции и когда ты не имел минимум года медицинской практики под руководством никого известного лекаря. В нашей цискарине уже были и лекции, и была практика, и он был человеком, который на тот момент был довольно молодым, ему было 22-24 года, но в тот момент уже лечился человек стал, который мог выйти на оборону докторской диссертации, сегодняшней мовой, и, скажем, мы не знаем, как была эта диссертация написана в трактации, это были просто документы, которые он представил, но мы знаем докладно, что приор и руководитель этой комиссии, Тадео Мусатти, сразу познакомившись с Кариной, он позволил сдать испыт бесплатно. Это был очень важный момент для Франциско с Кариной, и это показывает его высокую наученность. Значит, итальянский науковец зауважил у него такую зорку, для которой можно было собрать комиссию бесплатно, для которой можно было организовать диспут, и он отримался вот этот диспут, он прошел 6 листопада 1512 года, и этот диспут был завершен близко. написано, что Франциско с Кариной на все вопросы отказывал выполненно, аргументовано, не использовал записи или еще ничего, но он очень много речей держал в памяти. Видимо, что он очень хорошо понимал медицинскую теорию. И уже 9 листопада 1512 года было присвоено название доктора лекарских наук, Падуанского университета. Больше затое. В 20-м году его портрет был размещен в зале 40-е. В зале 40-е. Галилея Галилей. Это зале, которое присвечено наибольшим славутым выпускникам Падуанского университета за 700-летнюю историю. И вот среди них Франциско с Кариной. Это показывает, насколько вплывовый наш земляк на тот момент. Очень интересный момент, что он также находится в Венецианской Республике. В Венецианской Республике также жили гуситы. Гуситы открыли там друкарню и там друковали Часскую Библию. Венецианская Библия 1506-го года, которая разыходилась друкованным способом по всей Европе. Это также свидетельствует про то, что Скарина мог познакомиться с перекладом Библии на славянские мовы. Однако после 1512-го года Скарина снова возникает и в несколько лет, 5 лет про него ничего не известно. В следующий раз мы встречаем с Кариной уже в Празе. В тот момент он друкует свой свой переклад Библии. И тут остается вопрос, что он делал до этого, каким образом построил этот переклад, каким образом организовал друкарню и так далее. Напоминаем, что в Празе друкарня существовала в 1468 году. Это еще при жизни вынаходника книги друкованного Йогана Гутенберга. Этот город был высокоразвитым в технологическом плане. И плюс до всего в Празе жило довольно большинство белорусов. Еще с 15-го года. В 15-м годе Витовту пропадали быть королем Чехии. Чехии, которая боролась с киржевыми походами. Чехии, которая была гусицкой. И Витов погодился. Он послал войско своего племенника Жигемонта Карабутовича. Войско Великого князства Литовского вошло в Прагу. Жигемонт Карабутович принял чешскую корону. И вот те вояры из Беларуси обороняли чешскую реформацию от киржевых походов. Прага конечно была городом не чужим для выходца из Великого князя Литовского Франциска Скорина. Другарня есть. Есть свои земляки. И плюс в той час в Чехии кировал так само Ягайлович, который был свояком короля Польского и Великого князя Литовского Жигемонта II. Фактически это была одна такая великая союзная держава с одной мытной просторой. выходцов из Великого князя Литовского. И тому именно там он решил надруговать свои переклады Библии. Чему Библия? Что в той момент означало Библия? на национальной на национальной мове. Библия на национальной мове что каждый человек умеет читать Библию самостоятельно. Многие изменяют изменяют отношения человека и церквы 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 и державы и так далее. Но это превышает влады, превышает материальные доброты. Это было основным посланием руха реформации. В немецкине это работал Мартин Лютер, который обвестил 95 тезисов супертинтеллигенции. Великим князь литовским это работал Франциск Скарина, который надругал Библию на белорусской родной мове великого князь литовского. Очень интересный момент что в Празе с 1517 до 1519 было выдавлено 23 книги Библии. Это очень много. При этом Скарина делал промышленности, Скарина выработал шрифт гравюры, выявы, титульные листы, переплеты, а Гулом выдавал больше за 1200 аркушов. Таким образом, мы можем сказать что с 1512 до 1517 годы был подрыхтовочный период. И он рыхтовался, и он сделал переклад властный, и он окреслил свое ставление до Библии в своих предмолах, потому что он писал, что Библия это уникальная книга. Библия это як рака, где мелко, где дитя может пройти, а где глыбок, где слон по тоню. Библия это пачаток мудрости. Библия это саправды альфа и омега. Табактуя про что он сказал в своих предмолах и послесловиях. И очень интересный момент, что он разместил свой властный портрет, что это авторизованный переклад Библии. Но я хочу сказать, что на тот момент сам этот факт сказал про особенную мужность. Он был человек очень смелый и очень мужный. Но я напоминаю, что первого другого ангельского переклада Библии, Уильяма Тиндейла, его спалили на вогнишче. Спалили на вогнишче Яна Гуса, который перекладал Библию на частную мову. А тут он не просто перекладывает Библию в свой переклад, а смещает в свой портрет. И смещает в свой адрес, так умовно скажучи. И он пишет, что выкладана повелением доктора Франциска Скарины из славного города Полоцку. Но это очень важно, очень конкретно. Никто не мог переблитать, кто конкретно эту справу сделал. И он показывал, что он конкретно стоит за этой справой и, значит, это справа есть справа его на жизнь, которую он любит больше за властное жизнь. И в лимитикавый момент, что в 1517 году он поставил конкретную дату. 6-го дня вышла первая книга Псалтир. Потому что он ставил на день. И вот это очень важно для нас, что поставлен был день. Потому что реформация началась немного позднее. Реформация началась с 31-го кастричника 1517 года. Потому что три месяца уже была надрукована Библия Франциском Скариным. И только тогда Мартин Лютер опубликовал свои тезисы супериндульгенцев. Только тогда начался такой большой рух. Скарино даже немного попередил это. И это показывает то, что атмосфера была тогда однольковая по всей заходной Европе. Ну, нагадаю, что Прага и Виттенберг это города, которые находятся совсем недалеко один от одного. Трошки больше за 100 км. И это очень важный показатель того, что и у самим Великим Князем Литовским уже реформационные настрои были очень мощные. На некоторых книгах стоят даты. Их, другу, на некоторых книгах нет даты. Но мы знаем, что апошные выдания были надрукованы в 1519 году. После этого Франциск с Карина переезжая с Праги в Вильню. И в Вильню организовывая властную другарню. Ну, почему он переехал? Есть такая думка, что на тот момент у Празе было уже складано ему взглядовое финансовое, взглядовое материальное. Есть думка так само, что была некая небезпека для него. Но наиболее это показывает то, что его наимкнение было засновать другарню в своей родине в Вильню. И он засновывал в доме виленского местного Якуба Бабича. Он уже был знакомый. Богдан и другие виленские купцы, местные финансировали друг Франциска с Кариной. И вот именно в Вильне в 1522 году выходит «Малая подорожная книга». Что такое «Малая подорожная книга»? Это книга маленького формата, которая размещает псалтыр, так само «часословец», акафисты. Это фактически книга для тех людей, которые проводят час у дороги и которые не могут удерживать на небоженстве, но могут организовать небоженство просто у дороги. И она допомогала организовать это небоженство. И на тот момент это было вельми реформационным, потому что фактически небоженство можно было организовывать в любом месте. И это было важным так само для тех людей, которые были верующими, но которые были вымешены переезжать и находиться далеко от Батьковщины. Некоторые от религийных переследований были вымешены в уголе съезжать хаваться и так далее. Это была такая книга, которая свечила так само, что Франциск Скорина имел выразное реформационное святобачение. На сегодняшний момент мы можем сказать, что это святобачение имела и элита Великого князя Литовского. Незарма Франциску Скорине уже пропадали надруковать статут Великого князя Литовского, который распроцовывался. И ее известка так само, что он выходил в статутовую комиссию. Он был очень серьезный, очень серьезный, очень заслуженный. В этот время он женился с Маргаритой и родственник и у них родились дети. Двое сынов было у Франциска и Маргариты. И вот в этот момент, конечно, был, с одного боку, счастливым в его жизни, а с другого боку он имел такие выпробования. В 1525 году он выдаёт книгу «Апостол». Это новый заповед. Это книги нового заповеда, которые вышли в Вильне. В «Апостоле» не было только Евангелие и книги открытия, а так все остальные книги нового заповеда были под одной выкладкой. А с другого боку в этот час он видовольно губляет свою друкарню. В 1530 году в Вильне страшный пожар. Выгорело три четверти города и, хотя за все, была спалена друкарня, которая была на немецкой улице. Было несколько попыток обновить эту друкарню. Было несколько попыток сделать некие инициативы в других городах, кажется, весь друг. Видово, что у Скарины была перекладена вся Библия. Видово, что он хотел надруковать всю Библию другом. Мы знаем, что Мартин Лютер друковал Библию на немецкой мове. В 1534 году выходит его новая заповеда, и даже сейчас она используется посадкой немцев. и он так также могло быть таким, как дать полную Библию на родной мове. Однако ему так и не удалось. Да решилось тут интересный момент, что была встреча с Мартином Лютером. Новые документальные знаходки показывают, что в Винберге в конце 20-х 16-го года была встреча Мартина Лютера с доктором Франциском из Польши, который приехал обмерковывать с ним друг Библии яв на славянской мове. Те на разных славянских мовах. И видно, что тут очень разный идёт намёк на Франциска Скорину, потому что он на той час был один, и кто подпадает под эту категорию. Про что они могли разговаривать? Они могли разговаривать саправды, что Библии на разных мовах потребны. Что выходит немецкая Библия для славянских народов, русского народа. Чехи уже имели свою Библию для народов сходних славян, полудневых славян, и так далее. И тут, конечно, Скорина показывал, что белорусская библистика была на передовых позициях даже в сравнении с Краинами Заходной Европы. Однако 1930 год стал переломным в его жизни. Мы не знаем лист его жены, но она с 1532 года с документов. Мы не знаем лист Франциска Рына и он опынулся в условленном состоянии. Помирает его брат Иван. После Ивана застаются великые деньги. кредиторы потребуют от него сплатить эти деньги. Даже несколько месяцев провел в долговой турне. И только заступничество Виленского бискупа, который работал с секретарем, позволило выйти из этой турнии выиграть эту справу с кредиторами. 1535 и 36 годы Франциска с Карина на завсёды покидая великое князство Литовское, на завсёды покидая свою родину. Сейчас фердинанд, который был спадкоемцем трону Святой Римской империи, он задумал в празе сделать ботанический сад. Выяснилось, что в городе никто не хотел браться за это, что нет специалистов по выращиванию плодовых деревьев на этих широтах, где находилась Прага. И великолепный момент, что вядомость Франциска с Карина была такого что до него вернулись от имя фактического руководителя Чехии. И эта была им принята в Прагу. В Празе он хотел снова обновить свою друкарню, довершить свою справу выдания Библии, потому что это были только библейные книги, которые он перекладывал. так вот он меркал заняться своей любовной справой и видово, что он был человеком Ренессанса. Он был адаптирован в многих сферах, не только в лекарстве, не только в друкарской справе, но он был и выдатным садовником, человеком, который разбирался на наивеликшем уровне. И вот он переезжает, становится садовником, и он работает до смерти. он вероятно в конце 1551-го и в начале 1552-го года. Его остался сын, сын Симон, который притягнул его в плане того, что он был главником ботанического сада и он был человеком, который присвятил своих сил, навыцей. Больше мы про Франциска Скорину, про его начальников сказать ничего не можем, но мы можем докладно сказать, что друг Библии и их располагают великим князством Литовским, он выкликал велизный рух реформации. И уже в середине 16-го года, когда Франциск Скорина подошел в лучший свет, Великое Князство Литовское становится краиной реформации. Реформатором стал главный главник державы, канцлер Великого Князства Литовского Миколай Разъявил Черный. Реформация охапила все пласты громадства и спричинилась до Золотого века Беларуси, до переменения в многих сферах. И вельми цикавый момент, что Франциск Скорина был человеком, который стал прадвесником этого руха. Он опередил свой час с одного боку, а с другого боку он его прадвызначил. Вот это таки лёс человека Ренессанса. В современном свете такие люди вельми мощно шануются. И шануемы его и так само и мы, беларусы. Можно пригадать, как святкавалася 400 годзя беларускага другу в 1925 году. 400 годзя святкавалася у Вильни, якая была в складе Польши, и у Мянску, який был столицей БСССР. Это было великое национальное свято. На той момент, например, у заходней Беларуси рыхтавалася первая беларускамовная Евангелие. Евангелие для Луки, которое выдали, переклали Лукаш Дыкутьмалей и Антон Луцкевич. У БСССР проводилися шматрикые конференции и ушановывалася имя Франциска с Кариной. Франциск с Кариной был ушанован так само в 1967 году, когда было 450 годзя беларускага книга друкованья. В той час у БСССР проходили великая колькость мероприемств присвеченных первой беларускай книге. Не глядя на то, что первая беларускай книга – это Библия, а это 60-е годы, это час такого державного атеизма. У Полоцку был поставленный помник Франциску с Кариной. Фактично с Кариньян она начала развиваться, был створен фильм Франциска с Кариной и так далее. 500 годзя самого Франциска с Кариной было отзначено в 1990 году на узровне ЮНЕСКО. Менску на той момент, еще в столице БССР была выдадена Библия в перекладе Франциска с Кариной. Трохтомная Библия была первая Библия, которая вышла за час Советской Улады. Некоторые люди купили ее просто за название что это Библия. Читать было непросто, но разбирались, вот это был первый библийный текст. Вышла энциклопедия Жития Франциска с Кариной. Конечно, мы им должны сказать про 2017 год. В 2017 году было отзначено 500 годзя белорусской Библии. 500 годзя белорусская книга друкования. Была переведена спадчина Франциска с Кариной. Национальная библиотека Белоруссия это сделала. Было таксама шерах выданья Библии на белорусской мове, которые сделали представители всех христианских конфессий. Православная церковь, католитская и протестантская церковь новая заповедность каждой конфессии выдала. Фактически 80 тысяч особников Библии на белорусской мове было в 2017 году. У гонор 500 годзя белорусской Библии. И это таксама свидетельствует про тое, что, саправды, спадчина с Кариной она запатрабаванная. В этой час для нас самая важная изъявляется той момент, что Франциск с Кариной был человеком Библии. Он был человеком, который дал мощность прочитать Библию каждому, кто умел читать на белорусской мове. И это принесло великие перемены в 2016 году. И на сегодняшний момент мы можем сказать, что саправды Франциск с Кариной является таким узором служения своей краине, узором служения Богу и узором самоахвярности. Ну, приведу таки приклад, что он на протягу всего своего життя не имел собственные квартиры и собственного дома. Он постоянно жил в собственных квартирах, хоть он имел довольно значные финансовые сроки. Все эти сроки он выдатковал на справу своего життя, на друг, на создание Библии. И вот в этом смысле его самоахвярность показывает, что в историю выходят те люди, которые обрабатываются от ничего собственного дела добра. Дякую за увагу. родину южа. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу.